Добрый день! В городе начались перебои, с энергоснабжением пропал свет, а воду жителям будут подавать по часам. Чтобы люди имели возможность подзарядить телефоны, местные власти развернули пункты несокрушимости. Взрывы сегодня прогремели и в Мельницкой области. Там в результате атаки шахедами загорелся мебельный склад. Атаке подвергся и Никополь. Обошлось без погибших и пострадавших, но удары пришлись по объектам гражданской инфраструктуры. Из-за регулярных атак российской армии по украинским энергетическим объектам Украину ожидает самая тяжелая зима в истории. Глава украинского Минэнерго в интервью Блумерд заявил, регулярные российские обстрелы грозят привести к атомному кризису. Уже сейчас власти некоторых регионов готовятся к тому, что зимой энергоснабжения может не быть совсем. Истребитель ушел под воду. Украинские разведчики сбили российский самолет Су-30СМ над Черным морем. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины. Через три часа российские военные начали его поиск. Задействовали самолет и два вертолета. Ближе к обеду, в 70 километрах к северо-западу от мыса Тарханкут, россияне увидели характерное пятно от авиатоплива. Вскоре там нашли обломки уничтоженного самолета. Сбитый Су-30СМ принадлежал 43-му отдельному морскому авиаполку ВКС России, который базируется в САКах во временно оккупированном Крыму. Его стоимость около 50 миллионов долларов. Российская армия готовится к масштабному наступлению в Курской области. Сначала она намерена разделить украинские силы в этом районе. К такому выводу пришли в Американском институте изучения войны. Аналитики отмечают, российские военные смогли захватить некоторые позиции к востоку от населенного пункта Журавли, около поселка Куренево. Судя по всему, российская 106-я дивизия ВДВ также продвинулась к северу и северо-востоку от поселка Снагость. На данный момент аналитики не уверены, смогут ли имеющиеся части армии России действительно вытеснить бойцов ВСУ. Возможно, для этого россияне могут перебросить в дополнительные, более боеспособные части из Украины. Мощный пожар вспыхнул на танковом заводе в Омске. Столб густого дыма видно с разных частей города. Местные власти заверяют, что огонь вспыхнул во время ремонта на крыше производственного цеха. По предварительным данным обошлось без пострадавших. Причины пожара устанавливаются. Омск Трансмаш – российское военное предприятие, которое выпускает танки и тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». Компания находится под международными санкциями. Мужа так называемой «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея задержали в зоне боевых действий на территории Украины. На войну он отправился, чтобы спасти бизнес. В ближайшее время его доставят в Москву, где ему будут избирать меру пресечения. Блиновский вместе с женой проходит по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. В июне из-за неявки к следователю его объявили в розыск. Если мужчину признают виновным, ему угрозит до пяти лет колонии. Сама же Елена Блиновская находится под стражей. Недавно началось рассмотрение ее дела в суде. В Москве задержали преподавателя Эльдара Марченко за якобы сотрудничество с Украиной. Накануне мужчина пропал после выхода из спецприемника, затем его нашли в Следственном комитете. Отмечу, 1 августа в дом Эльдара Марченко в Подмосковье без предъявления каких-либо документов на обыск ворвались бойцы ФСБ. Вот что об этом написала его бывшая жена и наша экс-коллега Мария Олегух. По дороге пытали током и добивались признания в сотрудничестве с Украиной. Каким образом им пришла в голову мысль, что московский преподаватель спортивного менеджмента и проектировщик гоночных трасс украинский шпион, я не знаю. Чеченские военные похитили автомобиль волонтера Александра Демиденко, который умер в белгородском СИЗО. Об этом сообщает издание «Белгород». Семья Демиденко выплачивает кредит за эту машину, несмотря на то, что с октября они не знают, где находится автомобиль. Родственники обратились в полицию с просьбой ее найти, но правоохранительные органы не стали заниматься делом. Белгородский волонтер Александр Демиденко помогал украинским беженцам. В октябре прошлого года его задержали военные подразделения «Ахмад Запад» вместе с автомобилем. В конце апреля в Афсин заявили, что Демиденко умер в СИЗО, перерезав себе вены. По словам силовиков, мужчину обнаружили мертвым 5 апреля с раной на левом предплечье. Признаков насильственной смерти на теле волонтера не нашли. Родственники говорят о пытках со стороны правоохранителей и не верят в самоубийство Демиденко. Его сын рассказал, что за день до гибели Александра Демиденко узнал, что против него заявили дело о госизмине. ООН заявляет о гибели шести сотрудников в результате израильского удара в Газе. Сообщается, что это самое большое число жертв среди персонала Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам с начала войны между Израилем и боевиками Хамас. Ранее местные медики и представители подконтрольного Хамас-управления гражданской обороны Газа заявили, что в результате удара погибли 14 человек. Израильские военные в свою очередь сообщили, что нанесли точный удар по боевикам, которые находились на территории школы и оттуда планировали нападение, добавив, что приняли меры для защиты гражданского населения. Отмечу, израильские власти ранее обвиняли сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам в причастности к нападению Хамас 7 октября прошлого года. Организация отвергала обвинения, но в августе сообщила, что уволила 9 сотрудников в Газе, обнаружив доказательства их причастности к нападению. Норвегия решила снять эмбарго, введенное 5 лет назад на поставки оборонной продукции в Турцию. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Турции. Норвегия вела эмбарго в 2019 году в ответ на антитеррористическую операцию Турции на севере Сирии против курдских группировок. С тех пор экспорт оборонной продукции из Норвегии в Турцию существенно сократился почти в 4 раза – до 1 миллиона долларов в 2020 году. Снял клип и сделал доброе дело. Американский музыкант Джон Бон Джови отговорил женщину прыгать с моста. Это происходило, пока его команда выставляла оборудование для съемок клипа. Видеоподтверждение этому выложила полиция города Нэншвилл в штате Теннесси. На кадрах видно, как певец подходит к женщине, стоящей за ограждение моста. Разговаривать с ней, а потом музыкант и еще один человек помогают женщине перелезть обратно. Когда женщина оказалась в безопасности, музыкант ее обнял и увел с моста. Если вы смотрите наш выпуск на Ютубе, поддержите нашу работу. Поставьте лайк под этим видео, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. Важно понимать, что в нынешних политических условиях власти России и Беларуси могут полностью заблокировать работу Ютуб на территории обеих стран. Поэтому мы призываем вас подписаться на наши телеграм-каналы вот так и вот так подробнее. Пиар-код канала вот так вы сейчас видите на нашем экране. А в описании под этим видео вы найдете ссылки на все наши информационные ресурсы, в том числе ссылку на наш сайт вот так, который снова доступен для наших читателей. В мире представили новый выпуск книги рекордов Гиннесса 2025. В ней собраны более 2000 рекордов со всего мира. Среди них, например, мужчина из Индии с необычной коллекцией автомобилей. У него есть авто в форме кроссовка, бильярдного стола и женской туфли. Все мои машины имеют подвеску, разное размещение колес и кузова. Каждая из них – это уникальный проект. Мне это нравится. Мне все еще нравится видеть, над чем я работаю и радоваться результату. Этот восторг все еще присутствует. Это важно. Не обошлось и без четвероногих рекордсменов. Гонча Симба и ее владелица получили сертификаты за необычные трюки, которые выполняет домашний питомец. Например, вешает носки. Я подумала, может быть, если я смогу научить собаку вешать носки, тогда, возможно, мои дети тоже начнут мне помогать. Так мы и начали. Симба научился вешать носки примерно за неделю, а вот мальчики до сих пор нет. Честно говоря, я считаю, что учить собак проще, чем детей. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии для вас работала Полина Евставьева. Всего вам доброго и до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok